Осенний дебют в этом году получился не совсем обычным, поскольку главному турниру предшествовали так называемые подготовительные отборочные туры, переинства школ города на призы директоров образовательных учреждений. Директора шести школ северной части учредили призы, за которые и боролись школьники, и каждый участник турниров был отмечен. Сегодня необычное такое скопление ребят, это только одна северная часть заняла все столики. Если бы южная часть приехала, нам некогда было их рассаживать. Это говорит о росте массовости шахмат в школах. В нынешнем осеннем дебюте приняло участие 46 школьников, 10 юношей, 16 девочек и 20 мальчиков. Многие из ребят уже не новички в шахматных баталиях, за их плечами участие в областных соревнованиях и первенствах Уральского федерального округа. Одной из фавориток, как и в остальных подобных турнирах, по праву считалась чемпионка Уральского федерального округа Юлия Гловацких. Она уверенно победила в соревнованиях на призы директора четвертой школы. Есть хорошая девочка Саша Филинкова, тоже участница областных соревнований. Настя Сидельникова, участница областных соревнований. Кирилл Шевченко здесь, 21 школы, чемпион области. Вот какой серьезный состав. То есть шахматисты Полюскова составляют достойную конкуренцию областным шахматистам области. Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров. В пятницу и субботу прошло по 2 и завершился дебют в воскресенье тремя турами и награждением победителей и призеров. Настоящим открытием турнира стали сестры Ахметовы, Альбина и Карина, которым 22 сентября исполнилось по 7 лет. И своим удачным выступлением они обеспечили четвертой школе бронзу в общекомандном зачете. Победила же сборная гимназии номер 13. На втором месте образовательное учреждение номер 21. В личном зачете среди девочек уверенную победу одержала Юлия Гловацких. На втором месте Саша Лютова и замкнула тройку призеров Аня Гончарова. В турнире среди мальчиков сильнее всех оказался Саша Данилов. За ним расположились Кирилл Шевченко и Никита Пастухов. А среди юношей победу праздновал Дмитрий Изгагин. Второе место у Юры Царева, на третьем Максим Воронистый. С 29 сентября по 7 октября победители и призеры осеннего дебюта будут принимать участие во втором всероссийском шахматном этапе Кубок Екатеринбурга. Но для этого им необходимы спонсоры и меценаты, которые помогут с поездкой на соревнования. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости нашего города.